Всем приветик! И сегодня с вами Ирина из Эшвилла, Северная Каролина, и это канал Гринчики. И как вы поняли уже из названия, я решилась на семидневное голодание. И в этом видео я просто хочу вам немножко рассказать, почему это произошло, какие причины, что меня сподвигло на такой подвиг. Вот, это, конечно, довольно радикальная мера, поэтому сейчас я вам всё подробненько и расскажу. Ну, наверное, чтобы ответить на этот вопрос, почему я решилась на такое, я бы сказала, что ответ можно разделить на две такие категории. На эзотерическую группу и на физическую, физиологическую. Вот, что касательно эзотерической группы. Я бы сказала, что, знаете, просто я, наверное, мало касалась этой темы, но эзотерика я интересовалась с 25, наверное. Эта тема очень меня интересовала, притягивала. Я искала всевозможные книги, ещё тогда не было интернета. И я прочла десятки, просто десятки книг на эту тему. И книги были моими учителями в то время. Ну, также, если вам рассказать, что я прошла в Минске, Йога Шивананда курс. Я была, можно ли так сказать, членом искусства жизни. Вы, наверное, знаете такую организацию, или в Америке их называют Art of Living. Вот, где нас научили, как правильно делать асаны, как правильно делать пранаямы, как правильно дышать, как делать крию. Вы знаете, Ширшири Равишанкар, именно он основоположник крии. Вот, и я, кстати, пробовала сама научиться видеть эфирное тело и ауру. Вот, то есть эфирное тело вообще совершенно легко увидеть. Я, от искусства жизни мы ездили на трёхдневный курс молчания. Я тогда получила очень интересный опыт, вы знаете, провести три дня в молчании, в окружении людей, мы делали йогу, мы делали пранаямы, но молчали. Это было очень-очень интересно. У кого есть какая-то возможность, пожалуйста, попробуйте. Это интересно. Кстати, и холотропное дыхание пробовала, но как-то не сдружились мы, не пошла эта техника мне вообще. Из всех таких, можно ли сказать, эзотерических авторов я бы, наверное, выделила Оша, конечно. То есть этот человек, не забываем, после прочтения его книг ты никогда не будешь прежним. Вот, я прочла Эгхард Толли, причём его книгу «Новая земля» я пыталась прочитать пару раз. В какой-то период жизни я открыла, думаю, что за бред, и закрыла. А в нужное время я открыла, и я просто ей питалась, понимаете, просто читала. И так, да, 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 это уже была часть моей жизни, у меня уже был какой-то, понимаете, определённый опыт. Вот, то есть, если вы открыли Оша, и закрыли, и не поняли, это не значит, что с Оша что-то не так. Вот, просто ко всему нужно прийти, у каждого своё время, у каждого свой какой-то период. Нужно созреть. Вот, я читала Шреуробинда, вот, очень мне нравится этот. Кстати, его как-то не считают просветлённым, просто он очень всё хорошо разложил по полочкам. Гурджиев, конечно, да, Гурджиев. И до сих пор я слушаю его книги. Это такой человек, я даже не знаю, как его описать, очень-очень своеобразный. И его учение такое же своеобразное, как и он сам, но оно отличается. Так же, вот, как Оша, это человек своего, какого-то, это человек столетия, понимаете, такого больше нет. Так же, как и Гурджиев. То есть, его учение совершенно с другой стороны, взгляд совершенно с другой стороны. Вот. Ну, и книги Энтони де Мело, конечно, Весельчак. Это, он, кстати, был католик, и он жил в Индии на Го. И вот это всё, то, что он был католик, он был христианин, но он всё-таки жил в Индии. И в итоге у него такое получилось учение с христианским уклоном, но всё-таки немножко уже не совсем как бы христианское. И его книги есть. То есть, получается, он говорил о медитации, христиане ведь не говорят о медитации. То есть, очень интересно, если кому интересно, пожалуйста, найдите его книги, почитайте. Иногда с юмором, иногда в каких-то строках, в стихах. Очень интересные у него книги. Ну, и, конечно, я же прочитала Библию. А вы знаете, что, вот, подходим к голоданию, что в Библии, например, древние евреи, они все вопросы решали через посты. То есть, кто-то, что-то там надо решить. Опа, собрались, давайте постить и молиться. И постели, молились, и вопрос как-то разрешался. То есть, знаете, голодание, это... В этом есть что-то большее, чем просто сброс веса. Это какой-то мощный элемент, это мощный ключ к чему-то. И, конечно, мне тоже интересно было прикоснуться к этому. И, кстати, у меня пару знакомых проходили через такие 7-10-дневные голодания. И очень, очень интересно, понимаете. Когда человек это прошел, а ты думаешь, нет, я не могу. Не-не-не, я-не-не, я даже как бы нет. Вот. И еще интересен вопрос в голодании, что я бы выделила. Мне интересен. Многие говорят, что изменяется сознание, изменяется уровень вибраций. То есть, ты видишь жизнь, ты видишь мир совершенно по-другому. То есть, что-то в тебе меняется таким кардинальным образом. И, конечно, мне захотелось это попробовать. Потому что столько разговоров, столько об этом я слышала. И в церквях посты. Кстати, понимаете, православные держали посты. Иисус постил в пустыне 40 дней. И Он, да, Он постил. Я даже не знаю. Ну, я думаю, просто на воде 40 дней. И сейчас есть такой опыт тоже, что люди голодают 40 дней и даже больше. Ну, вот. Ну, опытные, конечно, люди. Это не так, что просто они бросились в 40-дневный этот пост. И изначально на Руси, я думаю, что посты были именно такие. Понимаете? Очень строгие. Очень-очень строгие. Да теперь уже там не пойми, что этим нельзя. Этим нельзя. У него кольнуло справа, слева. Уже снова нельзя постить. Кто захочет, тому можно. Ну, и второй вопрос, конечно же, это похудение. Это как идёт... Знаете, оно вытекает, потому что ты невольно сбросишь вес. Ты попробуешь этот опыт, но и ты, конечно, похудеешь. Но если говорить о том похудении и потолстении, то я приехала с весом 60-61 кг, и здесь я уже добралась до отметки 70 кг. Понимаете? Вот вы можете представить шок у женщины, которая за 4 года, 4,5 года, и она уже набрала 10 кг. Это всё шло постепенно, потихоньку-потихоньку, и вот как-то, понимаете, дошло. Ну и если хочу вам немножко рассказать, например, что я кушаю. Вот давайте просто проанализируем, да, вот казалось бы, с чего человек может полнеть. То есть, главные мои продукты, что я ем, это морепродукты, овощи. В основном сырые, я не очень люблю тушеные овощи, я могу их есть, но всё-таки каждый день я ем или салаты, или огурцы, помидоры, то есть у меня много сырых овощей в рационе, и фрукты. Я ем яйца, молочку редко, ну, не знаю, не люблю я ни творог, ни я могу изредка выпить сливок, иногда ем сыр, но так, всё это очень, как бы так, редко, я бы сказала. Вот, каши, я их не ем. Я понимаю, что вроде бы надо, но я не знаю, организм не хочет каш категорически, я не знаю, я уже много лет, ну, я могу там съесть раз в месяц, или макароны там раз в три месяца, то есть практически, как бы, углеводы в меня почти, они что-то не попадают. Вот, хлеб я не ем, я не ем его с детства, но иногда, знаете, раз в полгода, раз в несколько месяцев, если мне вдруг стукнет, захочется, я могу съесть. Вот, ну, так регулярно я его вообще не ем. Печеньки не ем никогда, мой муж знает, что они могут спокойно лежать, для меня это вообще не еда. Да, и если я даже вот возьму, съем несколько печенек, я не знаю, я просто после углеводов, после белой муки я ощущаю такую тяжесть, я потом жалею, зачем я это съела, не так уж это было и вкусно, понимаете. Нет, картофель иногда ем, хотя я знаю, в принципе, если ты хочешь похудеть, то картофель есть нельзя, хотя бы на период похудения. Вот, шоколад я ем, сори. Ну, я не ем никаких сладостей, я в чай, я не пью кофе, я не пью колу, не ем пиццу, не ем пельмешки, то есть, в принципе, понимаете, у меня такое питание своеобразное, и, ну, сладостей в них нету, но шоколад я ем. Я стараюсь покупать черный шоколад, такой 55-60%, вот, и ем довольно часто. Вот это, конечно, этим я страдаю, вот. Ну, и в последнее, ну, в последнее время, знаете, когда у меня вот эта учеба, когда постоянные стрессы, я немножко расслабилась, мы несколько раз купили конфеток русских шоколадных, вот, и зефирок в шоколаде, потому что я в обычной жизни, я это не ем, я всегда себя сдерживала, я всегда себя держала в рамках. Ну, а здесь столько стрессов, и я немножко себе позволяла, и вот это вылилось, вот в какой результат. Вот немножко где-то расслабишься, кто-то может есть сколько угодно, что угодно, пирожки и на ночь, и остается тощий, и ничего его не берет, понимаете. А кто-то понюхал два раза, съел три раза, все, плюс 2-3 килограмма добавил. И вот я отношусь к этой категории. И мой муж, кстати, тоже. То есть мы поправляемся мгновенно. Стоит нам углеводистое что-то или сладкое покушать, расслабиться, все, все, мы уже чуть-чуть больше становимся. Вот, и расскажу вам еще, какие я диеты пробовала, с чем я экспериментировала. Первый мой опыт был, это гречневая диета. Когда ты там ешь гречку, по-моему, кефир или что-то такое, больше ничего. С тех пор ненавижу. Гречку люто, люто. Я вот ее могу есть, но она у меня до сих пор вызывает отвращение. И я, по-моему, не досидела до конца, потому что есть одну гречку несколько дней, это просто, я не знаю, это какая-то пытка для меня. Вот, потом я успешно два раза использовала систему питания Монсиньяка. Это не диета, это система питания, прекрасная система питания. И я до сих пор восторгаюсь и считаю ее одной из лучших систем. Кто не знаком, могу рассказать, что там все продукты разделены по гликемическому индексу, тех, которые высокий гликемический индекс. То есть, значит, вы съели, у вас инсулин поднялся выше нормы. Вот они вот так делят. Потом средний гликемический индекс в районе 50, это значит, инсулин поднялся, но не сильно. И низкий гликемический индекс до 50, значит, практически инсулин не поднимается, когда вы кушаете эти продукты. И ты просто должен знать эти таблички, или их можно распечатать и немножко изучить. И ты просто начинаешь кушать. Ты кушаешь 3 раза в день полноценно. Это не диета. Но ты в своей жизни удаляешь какую-то часть продуктов. То есть, четвертую, третью часть продуктов ты удаляешь. И вот на остальных этих продуктах ты прекрасно кушаешь. Там можно макароны, но из твердых сортов. Там можно выпечку, но из ршаной муки сахар убирается. Но подсластители можно. То есть, в принципе, это просто идеальная система. Ну, в чем там сложность, в чем подвох. И там, кстати, есть такой сайт Forumonti. По-моему, RU. Forumonti.com. Forumonti. В общем, кому интересно, погуглите. Очень хороший сайтик. И там даже вы на 2 недели, по-моему, можете распечатать меню. Можете вы не так строго следовать. Но, например, если там груши, вы можете заменить яблоком. Если там салат из моркови, ну, замените капустой. Понимаете, это просто все равно тот продукт, который можно есть. Немножко можно варьировать в пределах. Ну, как бы есть это меню. Но, по идее, получается, что вам надо готовить постоянно. Постоянно следить, что у вас будет на обед, что у вас будет на ужин. Вот. И немножко теперь с моим режимом питания. То есть, в Беларуси было нормально. Как-то так вот все там на кухне проводили много времени. Здесь совершенно другой ритм, понимаете. Я до 3 часов в госпитале. Приезжаю к 4 часам. У меня час отдыха до 5. И потом я готовлюсь до 9 часов. То есть, мне надо каждый день учиться. Потому что у меня каждый четверг экзамены. Понимаете, вам не дают расслабиться. И еще домашко. 30-50 вопросов тебе надо ответить на них. И подготовиться по, там, обширная какая-то тема. Вот. И там, может быть, 5 глав учебника. И тебе это раз в неделю мы сдаем экзамены. И поэтому абсолютно некогда расслабиться. И ты просто час не можешь выделить там на эту готовку. Либо что-то очень быстренькое. И в итоге я просто понимаю, что, скорее всего, что я запарю. Я пока не могу. Но для тех, кто может, вот я как бы, моя рекомендация. Я два раза на ней сидела. Две недельки ты приспосабливаешься. Через две недельки у тебя просто западает живот. Вот это просто вот удивительно. Ты кушаешь, но ты худеешь. Вот. Очень интересная система. Вот. Потом я, конечно же, здесь уже в Америке пробовала японку. Первый раз. Я не помню, сколько я сбросила. Наверное, 4 килограмма. Ну, в общем, я сбросила хорошо на японке. Мы худели с подружкой. Вдвоем она веселее. Все хорошо получилось. Потом я села второй раз. Второй раз было немножко слабее. Как-то такой эффект. Третий раз я начала. И просто я была в шоке. Потому что эффекта почти никакого не было. Может, я сбросила килограмм-два. Но столько мучений. 10 дней там или 12 дней ради двух килограмм. А потом я где-то прочла, что у японки вот немножко есть такой эффект. С каждым разом, если вы будете пробовать. Каждый раз как-то вот организм определяет. И он просто замедляет метаболизм. И ничего ты на выходе не получаешь. Кстати, мой муж тоже вдохновился этой японкой. И вот уже тоже сидел пару раз вполне успешно. Ну, диета хорошая. В принципе, ты тоже кушаешь. Ну, она строгая. Ну, в общем-то, просто вареное, знаете, мясо или вареная рыба. Ну, просто невкусно. Но на самом деле организм получает то, что нужно. Я считаю, ты не совсем уже там голодаешь и помираешь. Ну, просто как я любитель покушать, то для меня это, конечно, боль и страдания. Это диета. Вот. И ещё я вам расскажу, что здесь уже в Америке у меня был опыт онлайн. Знаете, вы просто знакомитесь с тренером в Беларуси или на Украине. И платите деньги, перечисляете. И этот тренер вас ведёт онлайн. И это было довольно успешно. И я ещё не поступила в колледж. У меня было немножко время. И я тренировалась. Я начинала с двух раз в неделю. Потом перешла на три раза в неделю. Она мне прислала свою, вот, ну, я не знаю, можно ли назвать это диетой. Ну, наверное, да. Потому что все говорят, что 70% успеха, когда ты начинаешь ходить в тренажёрный зал, ты должен изменить питание. И это, конечно, правда. Я это увидела совершенно на практике. Результаты были потрясающие. Но при этом, конечно, я вам могу рассказать, что я кушала. Ограничения были тоже колоссальные. Понимаете? То вы не думайте, что можно есть всё подряд, ходить в зал. Но может, у кого-то это работает. Может, 20 лет это работает. Но после 40 уже немножко, знаете, другие законы совершенно. Я кушала, ну, как я могу так рассказать, я мясо не ем, но я рыбу. Ну, вы можете отваривать, например, мясо. Значит, варёное мясо рыба, то есть варёный белок. По-моему, я кушала яйца. Любые овощи сырые. Картошка нет. Фасоль нет. Яблоки только зелёные. Больше никаких на первом периоде. Творог. Что я ещё? Я так ела, знаете, не то, что уже прямо перед сном. Ну, за 3 часа до сна, за 2 часа до сна. Вот, ела 5 раз в день. То есть я так это вот понемножку, понемножку. Но всё ела. Никаких сладостей, никакого шоколада, никаких блинчиков. Овощи тушеные на воде. Вот, никакого масла нигде. А, ещё 120 грамм. Ну, она, наверное, рассчитала мой вес. Это чисто для меня мои параметры. 120 грамм я ела гречки. Ну, я не съедала просто. Ну, вы знаете, какой... Что для меня гречка и... Что для меня вообще крупа. Ну, я пыталась. Я запихивала варёную. Соль разрешалась. Вот, я просто отваривала с соевым соусом. И, ну, как бы не солила, но добавляла немножко соевый соус. Вот. И это, конечно, всё работало. То есть, понимаете, я, в принципе, знаю. Знаю как... Знаю всё уже. Как построить тело, как похудеть. Но, понимаете, жизнь вносит свои коррективы. И на данном этапе у меня стресс, учёба, нехватка времени в подъёмы в 5, в 4 утра. Вот. И ты крутишься просто как белка в колесе. И особо, я не знаю, как воткнуть туда тренировки. Ну, я почему-то так вот надеюсь. Потому что в этот семестр, эту осень у меня был госпиталь. И ещё три предмета. Представьте, я тянула ещё три предмета. То в следующее с января у меня будет чуть-чуть полегче. Я всё-таки надеюсь, что после голодания я немножко приму какие-то меры. И голодание – это не панацея, понимаете. Это разовый результат. А для того, чтобы удержать, нужно всё-таки правильное питание, регулярное. И тренировки, и всё такое. Я всё это, конечно, понимаю. Вот. Хочу вам, кстати, сказать, что я сегодня записываю видео. Я не знаю, у меня так случайно получилось. Sorry. Но сегодня я на шестом дне своего голодания. Поэтому не смотрите, какое у меня лицо. Посмотрите. После этого видео я начну выкладывать своё голодание по дням. То есть это такой будет видеодневник, первый день, второй, третий, четвёртый и так далее. Вот. И все мои результаты по каждому дню. Поэтому, пожалуйста, смотрите, следите. Вот. Вот решилось, понимаете. Решилось. Не знаю. Я долго-долго собиралась. Я заметила в себе такое качество. Может быть, у вас тоже такое есть. Ты сразу создаёшь, тебе что-то хочется сделать. Тебе это кажется невыполнимо. Ты создаёшь намерение. Это намерение в тебе зреет. Оно может зреть несколько месяцев. И в один момент просто ты раз и решаешься. Почему ещё этот момент очень хорош для меня? Во-первых, это пост. Я знаю, что во время поста всё-таки хорошо голодать. Всё помогает этому. А во-вторых, у меня каникулы. То есть, конечно, я... Ну, как можно голодать? И ты себя плохо чувствуешь, и слабость, и так далее. И это практически невозможно. Вот. И поэтому всё здесь совпало. Ещё один человек со мной хотел тоже. Это начиналось с сокоголодания. То есть, мы решили начать с моей сестричкой начать с соками голодать. Но вот как-то она всё-таки не решилась. И знаете, иногда у человека бывает, когда тебя оставляют, вот ты договариваешься, тебя оставляют просто одного. И какая-то злость и решимость пришла. Одна. Ну и что? Я могу и одна. И всё, я начала голодать. Я пошла в эту голодовку. Вот. Поэтому я думаю, вам это будет интересно. Это моя первая такая длительная голодовка. Я практиковала в юные свои годы, 25 там, чуть позже, каждую неделю по одному дню. Здесь нет. Здесь в Америке. Может быть, пару раз я голодала по дню. Ну, в общем-то, как-то сложно здесь, вы знаете. Я не знаю, вот этот дух этой страны даже. Или я не знаю, здесь все едят, 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 едят. То есть вот у народа такое ощущение, что если ты два часа или час как кротик, вы знаете, что кротики говорят, он час он не поел, и он уже умирает. У него такой метаболизм. Так и тут. Они думают, что если они один час или два не поели, уже с ними что-то такое случится. Они жуют беспрерывно и все подряд. В общем, смотрите этот видеодневник, видеоотчет. Надеюсь, вам будет интересно, какие мои эмоции были, какие мысли, какие предположения. Поэтому все. Всем пока. Оставайтесь с нами на канале Гринчики. Все. Всем бай-бай. Хорошего дня, вечера, ночи. Бай-бай. А, суслик, скажи бай. А вот наш суслик. Скажи бай-бай. Всем пока. Да. Все. Все бай-бай. Дай бузьку. Дай бузьку. Ну, дай. Такая жадная, да, бусик. Ну, дай бузьку. Ну, дай. Ну, дай. Вот. Выдала. Все. На этой прекрасной ноте заканчиваю свое видео. Бай. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.